Итак, друзья, теперь в обратной последовательности начинаем собирать. Начнем с монитора. Откручиваем винтики. Я их закручиваю на всякий случай, чтобы не потерять свои места каждые. Сам бутерброд, смотрите, крепится вот на такие вот винтики. Как я уже советовал вам, сразу до конца не закручивайте, наживите. Потом уже, когда все четыре винтика наживим, на месте пошатали. Вот он встал на место. И теперь можно спокойно затягивать до конца. Так, друзья, я вынужден немножко пропустить был. Значит, креплю днище, то есть вот рамку, в которую вставлены клавиатуры. Здесь петли. Приходится вот так под углом 90 градусов закручивать вот эти четыре винта. Винтные винты нет? Да, винты. Вот. Вот они, винты. Четыре винта закрутил. Экран разровнял. Теперь крышка. В крышке два крепежных элемента. Вот они. Заделанные бронзовые вставки такие с резьбой внутренней. Так, защёлки все на месте. Проверяем. Удивительно, но они все на месте. Так, и аккуратно надеваем. А, не забудьте пропустить сразу кабель. Вот сюда вот. Отцентровали, нажали, защёлкнули. Всё. Со всех сторон защёлкнули. Теперь можем смело переворачивать вот таким образом. И закручивать вот эти вот винтики. Вот так вот. Видите, шов не разошёлся. Всё аккуратно. Отлично держит. Всё, видите, отлично собрали мы верхнюю часть. Теперь можно брать дно и крепить туда материнку. Так, теперь начинаем сборочку. Платку установили. Разъём аккумуляторный подключили. Хотя аккумулятор нет. Так. Теперь поставили основание для трекбола. он заслужит радиатором вот для этой микросхемки. Так, ну что это? Так, теперь приступаем к трекболу. Сначала подключаем разъём. Сначала подключаем разъём. вот эти втулочки. Одна. И вторая. И достаём два вот этих вот длинных винтика. Так. Так. Подключаем разъёмчик кнопок трекбона. Приподняв плату, вставляем винты и только после этого опускаем аккуратно, попадая в стоечки. Вот так вот. И теперь уже можно прикручивать. Прикидываем. Всё чётко. Так, поехали дальше. Дальше надо установить хлопедисководик наш. Вот, он имеет вот такой паз, который должен войти в этот вырез днища. Дальше надо установить хлопедисководик наш. И всё, будем делать, не нужны. хитрость вот здесь на дне есть выступ прямоугольный сейчас я вам покажу вот вот вы видите вот он длинный прямоугольный выступ он должен войти вырез в основании флопе дисковода и соответственно якобы защелкнутся тогда считается что флоп встал на место то есть вот приподнимаем и сажаем его на место сейчас вот 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 он встал чем проверить можно вот такой широкой отверткой вот все встал на место теперь приподнимаем корпус этого разъема корпус приподнимается полностью я это показывал видео по разбору этого ноутбука вставляем и опускаем весь корпус весь корпус упустили все флоп подключен следующий этап это у нас инвертор это инвертор он у нас вот здесь он на опору корпуса надевается здесь одним линтиком крепится так все подключаем его вот разъемчик и прикручиваем так винтиков не хватает так что будем использовать импортные винтики похожие сейчас посмотрим пойдет Вот так. Так, у этого шаг не совпадает, туго идёт. Не будем портить резьбу. Так. Как-то странно. Так. 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 Продолжаем. Так. 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 разъемчики 1 2 3 вот и все и клавиатура вот два шлейфа больше ничего подключать и не надо так ну и карточку писем все сразу можно воткнуть наверно пускай на 5 все время забываю как вставляйте писем себя как она срабатывает раз выскочил раз воткнулась все вот и вся сборка жесткий диск еще поставить на жесткий диск крепится там внизу так вот жесткий диск наш он просто внимается и все здесь вот под ним наклеена пленочка и он вот так вот лежит вот все здесь сверху две резинки еще стояла так как родной диск был пустой то так мягенькая мягенькая совсем одинчик стоит ну вот и вся сборка поехали вот наши разъемчики надо попасть так давайте сначала вот инвертор включаем здесь полярность не перепутаешь даже если захочешь так блок индикации видео карта видео карта и вот этот маленький индикатор закрытия экрана сейчас сейчас индикатор закрытия экрана возьму руки камеру и покажу вам значит смотрите вот вот индикатор закрытия экрана разъемчик два проводка это панель информационную это видеокарта вот все шлейфы ну и инвертор как я сказал полярность не перепутаете по-другому он не воткнется и вход инвертора подключили мы раньше вот все провода надеваем экран перевачиваем ноутбук вставим память память видите без пройдите раньше была просто скос срез вот в эту сторону срезом память закрывается вот такой вот крышечкой так вот он встает и просто задвигается все так жесткий диск жесткий диск вот вот так вот разъем крепится подкладываем две резиночки так как диск слемовый а в те годы были и толстые жесткие винты и подключаем интерфейс аккуратно легко отломать и разъем и поломать кабель и вот эта крышечка и вот эта крышечка задвигается вот так вот крепится винтиками так винтики здесь конечно не родные что-то неплохо давайте подберем что-нибудь такое более удобоваримое вот эти например они с плоскими головками друзья сейчас я ускорю видео чтобы вы не смотрели как гениально я подбираю винтики сразу скажу что родных винтиков осталось не так-то много и предыдущий мастер в 90-е годы использовал нестандартные винты нарезал ими резьбу в пластике и кое-где только ими можно крепить вот например вот как вы видите крышечку жесткого диска в принципиальных местах я стараюсь устанавливать конечно родные винты так что вот сейчас вы быстро посмотрите как я соберу корпус собранный ноутбук вы увидите в конце ну а в более приемлемом виде я покажу его во время включения пробного ноутбук и ноутбук и ноутбук и ноутбук и ноутбук и и ноутбук и 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 Вот такой вот красивый нетбук. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.